Прекрасно! Ну что, мы начинаем? Добро пожаловать! И спасибо, Франк, за то, что ты ведёшь это мероприятие в Zoom. Хочу поблагодарить всех переводчиков. И мне нужно напомнить моим переводчикам, чтобы они мне давали знаки. Если что, вы можете, пожалуйста, включите микрофон, если что, или дайте мне знак о том, чтобы я немножко замедлился, потому что я очень вдохновлён. Я очень воодушевлён тем, что сейчас будет происходить. И Йога-сутра — это мой самый любимый текст. И поэтому я очень вдохновлён тем, что мы начинаем снова очередной поток изучения Йога-сутры. И я думаю, что это был один из самых прекрасных текстов, который был когда-либо написан. Я помню, как Кеша Майкл впервые думать о факте того, что он этому тексту уже более 2000 лет. Что ещё такого же возраста, как 2000 лет? Ну, на самом деле довольно немного вещей. Поэтому это удивительно, что что что-то прожило такую большую жизнь и продолжает жить. И это как бы нам показывает, что там есть что-то ценное. И то, что возможность поколений, вот вам эта книга. Она удивительная, она замечательная, но не очень. Но, пожалуйста, сохрани её и удостоверься в том, что ты её передашь следующим поколениям. Но я не думаю, что кто-либо это мог бы сделать. И факт того, что что-то, которому уже 2000 лет сможет нам дать такие удивительные инсайты или идеи, и идеи, которые там присутствуют, они очень простые, но очень мощные. Они удивительные, и для меня идеи, которые я могу включить в свою жизнь, они являются практичными, они очень лаконичные. И идеи, которые я могу посоветовать кому-то другому. И как учитель йоги, для тех, кто является учителем йоги. Это удивительные идеи, которые вы можете включить в свои занятия йогой. Но в большинстве, когда я запоминал этот текст, когда я его учил наизусть, и затем я восстанавливал в уме слова мастера Патанджели, и в своём сердце, это классно. И я думаю о том, что это просто прекрасные, очень красивые идеи, которые я нахожу, что они являются очень хорошими. И я думаю, что идеи, которые люди, которые изучают ACI и DCI, вы увидите, что эти многие идеи находятся в этом тексте, но они обладают определённым собственным вкусом. И эти идеи, представленные в этом удивительном образе йоги, образе жизни йоги, и особенно в философии йоги, и она отличается. И те, кто изучает Сабуа и Сайз, Институтом изучения йоги, вы можете увидеть, как вы можете далеко уйти в йога-философии йоги. И на самом деле это входная точка для наивысших учений. И это путь, который нам позволяет включить аспекты тела и аспекты ума, объединить их. И я знаю, что это моё предубеждение, это мой самый любимый текст, мне нравится о нём говорить. И мы будем обучать в новом формате. И я очень воодушевлён тем, что я буду обучать вместе с Дуодо, который присоединился к нам. И он будет обучать, у него будут особые уроки для студентов на китайском языке. Я хочу поблагодарить Дуодо. Мы сейчас об этом говорили, что мы встретились больше 10 лет тому назад в Алмазной горе. И я помню, что этот текст, мы оба любим его. И это на самом деле очень классно, очень здорово, когда кто-то ещё точно так же вдохновлён текстом, который мне нравится. И я хотел бы поделиться, чтобы ты поделился, как ты познакомился с этим текстом и почему люди должны изучать этот текст. Пожалуйста, помни о том, что тебя будут переводить. Хорошо. Спасибо, Эрл, за то, что позволил быть вместе с собой. И для меня это честь. И ты всегда был для меня большой друг и большой фан, и большой учитель для меня. И я очень благодарен. И ты мне задал вопрос, ты меня спрашиваешь о том, как я познакомился с этим текстом. И в 2009 году я всё ещё был в школе, в академии, и два удивительных учителя приходили к нам. Джон Бентон и Мишель Лиали. Мишель была переводчиком для Геши Майкла, и она была одна из его лучших учеников. И Джон Бентон, он также является удивительным учителем йоги. Они пришли к нам в школу, и они предложили обучать нас йоги бесплатно. И я такой, вау! И я пошёл на первые занятия. И физически, ментально, в то время у меня было много проблем. Я лежал в шавасане впервые, впервые в своей жизни. И я такой, вау! Я могу слышать вещи, я могу чувствовать своё дыхание. Вау! Мир так чистый, ясен для меня. И это была первая серия сан, которую они обучили. И это была старая серия Моя Сайт, серия Тон Лен. И мы не знали, что мы делаем на полу. И передо мной был небольшой бассейн, бота. Но это был удивительный опыт, который впервые прошёл. И первое, второе занятие, я помню, что когда первое, второе занятие началось, они просто достали эту вещь. Они достали эту вещь. И я такой, что вы собираетесь делать? Вы же учителя поз. И они начали говорить о больших ошибках в нашем уме, которые создают наши собственные страдания. И я помню, я сидел с Джоном Бентоном, я сидел сзади, вот сидел вот таким образом, смотрел на них, осуждал их, критично относился к ними. И затем, постепенно, через несколько дней, я не то что не перешёл на первую, в самое начало занятия, но я повернулся, и я начал, я развернулся, я начал переводить для них. И это был что-то неописуемый, какой-то опыт, который невозможно описать. Они начали моё путешествие йоги в этой жизни. И я всегда помню об этом первом, первый стих из йога, йога-сутры. И это, теперь я перескажу вам, как мы становимся целостными. И когда они мне сказали об этом, я понимаю, что в течение многих лет я пытался биться головой в стену, я бился, бился головой в стену. И вдруг, неожиданным образом, они появились, они постучали, постучали мне по плечу, и я развернулся, и у них была большая лампа в руках, и они показали, что за мной нет больших препятствий, и что они мне показали путь, путь выхода. И йога-сутра в начале моего путешествия в йоге, я должен также сказать, что мои основные учителя, Джессика и Сефан, они взяли меня с собой в путешествия по миру, просили меня переводить, и они обучили меня всем четырём главам сутри, четырём главам сутри, обучили также санскритскому языку, и я не один раз слышал это. И я понял, что я никогда не был способен, что благодаря своим кармическим семенам просят, поскольку у меня всегда были препятствия, и я не всегда правильно понимал вторую часть третьей главы и всю четвёртую главу, но на прошлом году мне очень повезло, мне очень сильно повезло изучать это вместе с Геши Майклом Роучем, последние две главы, и я ожидал этого в течение десяти лет, и я такой, вау, я понял теперь. И я хотел рассказать небольшую историю, потому что она важная для меня, потому что несколько месяцев до того, когда я заканчивал последние вещи, последние части четвёртой главы, я буквально плакал. Я завершил четвёртую главу, и я заплакал. И я знаю, что мистер Эрл знает последние строфы, о чём это стихи, и он говорится о том, что они освобождены, они дошли до своей природы, поняли свою настоящую природу. Я заплакал, и я понял это, и это было удивительно. Эти последние несколько стихов, что Йога Сутра, с которой начинается Йога Сутра, и это моя история Йога Сутры. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Меня это возвращает к тому времени, когда Геша Майкл начинал обучать Йога Сутре в студии йоги, и никто больше этим не занимался, никто это не делал. И я был в студии в Нью-Йорке, и я на самом деле не слышал или не видел, чтобы кто-либо обучал этой книге в Йога-студии. Да, Геша Майкл, у него была эта идея, он прошел трехлетний ретрит, и у него было это видение, что Йога изменит этот мир, и это было его, то, что он увидел в этой книге, с чего он начал. И я начал думать, почему изучать это, зачем это изучать. И я ходил, вспомнил занятия по медитации и пошутил. А я думаю об этом разными способами. Я изучил много чего в ТикТоке, и одна из историй говорит о том, что этот... Один человек говорит, если у вас есть стакан с чаем, и кто-то наталкивается в вас, и вы проливаете чай. Почему вы проливаете чай? И мы хотим сказать, посмотри, кто-то столкнулся со мной, и я пролил чай, потому что кто-то столкнулся со мной, подтолкнул меня. И человек говорит, нет, ты пролил чай, потому что чай был в твоей чашке. И если у тебя был бы кофе в чашке, если бы кто-то столкнулся с тобой, ты бы пролил кофе. И то, что выходит из вашей чашки, это то, что вы туда налили. и жизнь будет сталкиваться с вами, и мы будем периодически сталкиваться, нас жизнь будет толкать, и она немножко такая жесткая, может немножко жестко относиться. И то, что мы хотим проливать, это будет терпение, сострадание, но это может быть и злость, или это будет йога-сутра. И в чем заключается эта возможность в том, что когда мы наливаем что-то в чашку, и когда с нами кто-то сталкивается, это и проливается. И в этом тексте находится так много маленьких драгоценностей, как будто маленьких сережек. И однажды я ждал, когда начнется урок, это было, что когда Геши Майкл придет, будет приходить к уроку, приходит к уроку, и все выстраиваются с цветами, дарят ему цветы. И сначала я думал, что это классно, что дать учителю цветы, это показывает о вашем уважении, а сейчас как бы это происходит все больше и больше, и иногда это занимает 20 минут для того, чтобы он пришел к занятию, и все эти цветы, которые он получает, они куда-то должны пойти, мы идем затем в город и раздаем их в церковь или в школу, и я думаю, какая потеря времени, потеря денег, мы должны быть в уроке, на уроке, мы теряем 20 минут учений от Геши Майкла, и я такой сижу расстроенный в начале, жду, когда начнется урок, и женщина, у которой имя Ани Палма, она очень сильно помогла в открытии трех драгоценностей в Нью-Йорке из студии, она проходила трехлетний ретрит, и один из двух студентов Геши Майкла, которая прошла два трехлетних ретрита, и что ты делаешь, когда ты ждешь урока? Потому что она не расстраивалась, она была очень счастливым человеком. Она сказала, просто жду и я пытаюсь достать одну из драгоценностей из моих ушей и если я достану одну из них, то я достигну чего-то замечательного в своей жизни. Она просто сидела с такой мотивацией, просто это одна вещь, которую я услышал, которая глубоко или просто изменила жизнь, мою жизнь. Йога сутра, она наполнена этими маленькими драгоценностями, которые имеют первая глава, в первой главе находятся глубокие учения кармии, пустоте. Есть стихи, посвященные четырем неизмеримым. Первая глава посвящена, основана на пяти путях. Эти пути, где мы должны проходить дальше и когда попасть на эти пять путей. То есть первая глава, она красивая, красивая презентация и если мы сможем понять первую главу, это все, что нам нужно. Здесь Патанджали, он потом пишет вторую главу и основной комментарий, комментатор Свияса, он говорит, что вторая глава, это просто для тех, кто не понял первую главу. Супер умные люди, они должны понять первую главу, и это все, что им нужно. И Патанджали, чтобы Патанджали, он не пытался потратить впустую их время, то есть он не говорил, что сначала одна глава, потом сложнее, потом сложнее, в этом слове. Вияса говорит, что глава номер один, это все, что вам нужно, но что умные студенты, они получат все, что им необходимо из этой главы. Глава вторая, она, наверное, самая известная глава, потому что она посвящена восьми частям йоги, и в этой главе находится, в книге находится большое количество красивых и глубоких советов на драгоценности для ушей, например, которые мы можем взять с собой и пронести в течение дня для того, чтобы открыть свое сердце, для того, чтобы понять, мир может быть немного лучше, или помочь нам, чтобы прожить то, что происходит, если жизнь будет и я бы хотел, чтобы кто-то прочитал, может быть, Андрей, когда ты услышишь санскрит, дай знать, есть небольшое время, у тебя есть немножко времени для того, чтобы подготовиться? И этот стих говорит об инструкциях на втором пути, и так мы говорим о пяти путях в йоге. Первый называется путь накопления. Мы приходим к нему через отречение, отказа от идеи, что счастье будет найдено в материальном мире, в объектах, в объектах или в чувствах. Мы должны выйти из того, что нам кажется, что обычно нас ведет по жизни. Мы, когда мы пытаемся найти счастье в объектах, когда мы их ощущаем, и мы говорим, что мы должны найти счастье в том, чтобы принести счастье другим. И поэтому первый путь заключается в отречении, то есть найти счастье и передать им другим. выделение и основная мысль этой первой главы это бодхичито. Это не просто я хочу быть счастливым. Я хочу для всех быть счастливым, счастье для всех. Франк, ну что, мне продолжать? Ага. Это я? следующий слайд. Это Дудо. Молодой человек. следующий слайд. Хорошо. Итак, Андреас прочитает. спасибо, отлично. Да, очень хорошо. Ну что, мы попробуем вместе. Повторяйте за Эрлом. Повторяйте за Эрлом. Эрлия. Продожа. 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 Смирт. Продожа. также двигать вашими губами и говорить слова. Еще раз попробуем. И это пять идей или пять методов, которые мы используем для того, чтобы путешествовать на втором пути. Может быть, кто-то будет спорить, что вы должны это использовать и на первом пути. И есть очень красивая презентация одного из наших учителей, Майкла Джонсона, и он относит каждую из этих пяти ко всем пяти путям. Вера или вера относится к первой, усилия ко второй. Когда мы изучаем курс глубоко, он показывает это именно таким образом. И это на самом деле очень круто. И то, как представлял Тагеша Майкл, это пять аспектов, которые позволяют нам проходить по второму пути, по второму пути подготовки. Практики, которые приводят нас к этой способности увидеть статусу, когда мы увидим пустоту напрямую. Как я себя веду? Я попробую немножко замедлиться. Итак, Геши Майкл, он изучил эту книгу в течение своего трёхлетнего ретрита, очень глубоко изучал, перевёл её в течение этого ретрита, во время этого ретрита. И это был большим-большим фокусом его ретрита, трёхлетнего ретрита, был йога-текст. Это единственный текст, который он перевёл в течение трёхлетнего ретрита, это был текст йоги. То, что я знаю, это то, что я знаю. И книги, которые он написал в течение трёхлетнего ретрита, они все были посвящены йоге. И у него было это видение того, что йога, она станет огромным движением в мире, массовым движением в мире. И я никогда не видел коврик йоги, и я не был... И тогда не было Старбакса и йога-студии на каждом углу. И у него было это видение, что йога изменит мир. И когда я пошёл в мой трёхлетний ретрит, Кешмайкл сказал мне, чтобы я сосредоточился на чём-то одной, на одной вещи, не изучая десять вещей. Изучай что-то одно. Сфокусируйся на чём-то одно. И не выкопай одну глубокую яму, а не десять глубоких, маленьких ям. И мы изучали в течение семи лет очень глубоко группу тибетских текстов. И он сказал, изучай йога-сутру. И мы договорились, что это будет текст, который я буду изучать. И единственная, та одна книга, которая застряла в моём уме, и в которую я влюбился, и она послужила гидом для моего ретрита, и ретрит был сложным. И я задумывался о ретрите. С одной стороны, это было очень прекрасным, но с другой стороны, это был один из самых сложных вещей, которые я сделал в своей жизни. И ко мне Кеша Майкл приходил два раза в год, может быть, один раз в год. И у меня было десять минут, и у каждого было десять минут его времени. И обычно я использовал своё время на то, чтобы жаловаться на свою медитацию или что-то типа этого. И он... Нет, вообще-то это неправда. Обычно у меня было очень мало вопросов для него. Я чувствовал, что он меня обучил всему, что мне было необходимо. И однажды, когда я выходил, я, может быть, задам вопрос, и он мне даст ответ, и у нас останется семь минут. И он показывал мне картинку своего сада, и он, наверное, отходил от правил и рассказывал, что происходит за пределами ретрита. И это были очень красивые моменты того, когда мы делились с ним. И я на самом деле чувствовал, что я был наполнен тому, чему он обучал. И однажды я всё-таки попросил у него совета, и он мне дал два совета. Первый, он посмотрел на меня, и он подумал на секунду. И я подумал, что это, наверное, какая-то глубокая инструкция. Я вдохновился. Я такой, что сейчас что-то он скажет интересное. И совет, который изменит мой ретрит, изменит мою жизнь. И я очень честно думал об этом. И, Геши Майкл, мне нужен ваш совет. Дайте мне один совет. Я очень расстроен. Я хочу видеть пустоту напрямую. Что мне нужно делать? Он остановился, подумал. Франк, можешь показать следующую картинку, пожалуйста? Он сказал. Он мне напомнил мне об одном из своих учителей. Его имя Сонгрин Паше. Удивительный учитель. Он был учителем учителя Геши Майкла. Франк нашёл эту картинку? Франк потерял связь. Я сейчас посмотрю. Может быть, я могу показать. Сейчас Эрл попробует показать картинку. Франк вернулся. И всё это ожидание, это то, как я ожидал чего-то очень глубокого. И он сказал, отпусти усы. Он сказал, я думаю, что ты должен отпустить усы, как Сонгрин Паше. У Сонгрин Паше у него были очень длинные усы. И он сказал, будь йогом, отпусти длинные-длинные усы. И я подумал, что это был удивительный совет. Я был очень рад этому. И это то, что я сделал. Вторая вещь, которую он мне сказал, он сказал, продолжай, не останавливайся. Просто продолжай делать это. И это то, что я сделал. И у меня было большое количество веры. И давай перейдём к следующему слайду. Первое слово «шрадха» — это вера. Это первое из пяти способностей. И для того, чтобы чего-то достичь, нам нужна вера. Вера в то, что мы можем прийти к цели. И когда учитель, который был там, или учитель, который верит в это, это очень может помочь. И снова это очень важно. Иметь сообщество, которое оно есть вокруг. И это та вещь, которую я тоже жду в этом курсе, что мы объединим людей, которые хотят объединиться и пройти по этому пути йоги. и быть вдохновлёнными этим текстом и испытать этот текст, пройти через опыт этого текста. И я надеюсь, что это поможет нам пропитаться этой энергией, которая поможет нам настичь этой цели. Первая из этих способностей — это вера. и она ведёт ко второй. И следующая — вирья. Скажите, повторите, вирья. И веры этого недостаточно. Мы не можем просто желать того, чтобы мы дошли до цели. Если я хочу изучить, выучиться играть на гитаре, мне необходимо практиковать или быть более сострадательным, мне необходимо практиковать сострадание. Я хочу увидеть пустоту напрямую. Мне необходимо изучать пустоту. И особенно, и это не просто усилие. Геша Майкл говорит, что вы можете применить большое количество усилий к тому, чтобы вымыть машину или покрасить стены. И это не просто усиленная работа. И это то, что не имеется в виду. Это радостное усилие. Это быть счастливым. Быть счастливым в практике. Это быть счастливым. Иногда испытывать ее, применять какие-то усилия, потому что у нас есть эта вера. Это быть счастливым, когда есть какие-то преграды в жизни, когда есть какие-то разделения, какие-то сложности. Можем ли мы сохранить эту радость в наших сердцах и продолжать действовать и действовать с любовью и продолжать действовать с радостью. Я могу проявить упорство, но иногда может быть сложность в нашей жизни и я хочу увидеть тех людей, которые заходят в комнату, чтобы их жизнь стала лучше. И чтобы момент становился более радостным просто благодаря присутствию. И это очень-очень красивое качество увидеть кого-то, чтобы иметь такого рода людей в своей жизни. Это удивительная вещь. И много людей в моей жизни были такими. Есть учитель в трех драгоценностях, Гектор, и я думаю, что он такой. Это просто удивительное, радостное существо, и он дает нам веру, когда мы видим этого человека, и мы знаем, что он практикует. Я вижу Геша Майкла, я наблюдаю за ним уже в течение десятилетий, и он самый радостный человек, которого я когда-либо встречал, и это дает мне веру в эти учения. И это вторая способность для того, чтобы увидеть пустоту напрямую, нам необходима радость. И если наша практика не является радостной, она такая сложная, значит, нам нужно что-то сделать в нашей жизни. Я не очень медитирую, тогда иди медитирую. И это постоянная борьба, то, что мы ненавидим, то, что мы делаем, но мы чувствуем то, что мы должны это делать. И на нашем пути мы можем найти эту радость в нашем сообществе, практикуя то, что написано в этой книге, и здесь находятся удивительные инструкции, как преодолеть препятствия. И я думаю, что эта идея радости, она одна из них. И у нас были сложные части в трехлетнем ретрите. Кто-то вышел из ретрита, кто-то мы обнаружили, и умер. Это были очень травматичные времена для большого количества людей. И Джон Брэдди и я, мы сделали, составили план, что мы будем делать. мы уже были, мы уже прошли, как будто бы, 200 дырок в гольфе. И мы пригласили кого бы, кто не хотел прийти в трехлетний ретрит. И это самая высшая точка, когда вы смотрите на ретрит, и после него это ощущается, как и это то, что это то, что осветило эту темноту, эта радость. И я думаю, что это и является самым лучшим антидотом для темных времен. И в то же самое время это очень сложно практиковать. Сложно практиковать вещи, которые были бы радостными. Один из способов это третья сила. И можно нам следующий. Третья сила это смирти. смирти. Это память или память или то, как мы помним. И это то, что мы помним это радость или помним эту цель или помним, почему у нас есть эта вера в эту цель. Мы можем мы можем увидеть, установить наше поведение, наши цели, мотивации, но через какое-то время, через пару дней у нас произойдет, мы увидим, что у нас большое количество мыслей. И я могу подумать, сегодня моя цель быть радостным, но затем мне необходимо помнить об этом в течение всего дня, и это и есть смертель. И я думаю, почему я изучаю Йога Сутру эту? И уже три недели проходят, и все мое время, три раза в день недели, я возвращаюсь к этому, а да, я хочу видеть пустоту напрямую, я хочу работать над состраданием, я хочу работать над радостью, и оно не произойдет самостоятельно, я не хочу иметь омраченный ум, и омрачения не исчезнут самостоятельно сами по себе, поэтому смертель это помнить о цели. Другие люди, кажется, не используют Йога Сутру, и когда используют Йога Сутру, и когда я на них наталкиваюсь, они выплескивают Йога Сутру, я хочу изучать это. Смерти это держать этот фокус, и держать свой постоянно свой глаз, свой ум на этой цели, и постоянно, и очень легко, очень сложно сохранять концентрацию, и я не говорю про час, день, но я говорю про неделю, месяц, или может быть год, и мы можем возвращаться, посмотреть назад, и такие, о, я помню, что заполнять мой дневник, это было очень важно, и я помню, что много лет назад это было что-то очень классным, что я делал, годы, в течение нескольких лет мы можем отвлекаться, поэтому смертей это та вещь, которую мы хотим сохранять, сохранять каждый день, чтобы мы могли вернуться и вспомнить, а, да, шестиразовый дневник, это классно, и смерть это идея возвращаться в объекте, и мы помним объект, мой объект это доброта, или, или радость, или любовь, или каким бы объектом это ни был, когда мы выходим из медитации или то, что является объектом медитации, и затем нас отвлекают, и мы теряем этот объект, и когда мы помним об объекте, а, да, я помнил, что я должен был медитировать на дыхании, а, да, я хотел сфокусироваться на том, чтобы не критиковать сегодня людей, и я прямо сейчас начал критиковать, я не должен этого сделать. Вторая часть смерти это удерживать этот объект в медитации, мы его еще не потеряли. Мы в постоянном состоянии того, что мы помним, потому что мы не потеряли объект. И это кажется более тонкой идеей того, чем является смерти. и если мой ум сосредоточен на объекте медитации, у меня есть постоянное состояние памяти того, что я помню его. И это другой способ того, как можно сказать об этой идее смерти. Мы помним объект, когда мы совершенно теряем, но мы помним, мы понимаем это, и мы возвращаемся, мы снова возвращаемся до того, чтобы достичь того состояния, когда у нас постоянное состояние памяти. И когда мы можем сделать это, когда мы будем более усиленными для того, чтобы задержать эту доброту в своем сердце, более длительном состоянии в течение дня, это нас приведет к другому состоянию медитации. Медитация на самаде. Если, Фрэнк, ты хочешь вернуть нам слайд, пожалуйста, самаде медитации. самаде медитации появляется, это как результат хорошей практики йоги. Эти все каналы и ветры, вся эта работа на коврике, практика дыхания, вся эта наша работа для того, чтобы постараться помнить о том, что нам необходимо быть добрыми, когда вещи происходят не тем образом или люди наталкиваются на нас. Все эти результаты быть чистым и нравственным и это то, что нас приводит в образ медитации, в статус медитации, в состояние медитации. Я помню учение Геши Майкла пару дней назад, он сказал, что одна из причин медитации является и снова то есть удовольствие удовольствие это одна из причин медитации и если мы не можем быть довольны мы не можем находиться в стадии медитации. Это означает то, что если отсутствует довольство, радость того, что мы находимся прямо здесь и сейчас и мы думаем и переживаем о прошлом, переживаем по поводу будущего, это отсутствие довольства, удовольствие, оно предотвращает нас от того, чтобы мы могли просто медицировать на наш объект. Так что эти идеи, они перетекают в способность медитации и затем эта медитация это то, что позволяет нам иметь лучшую смерти в течение дня, это позволяет нам помнить о нашей вере, о наших убеждениях или о наших основных центральных ценностях. Что же такое, во что я на самом деле верю? Для меня это, о чем жизнь это для меня? И я пытаюсь каждый день быть правдивым по отношению к этой вере. То, что цель заключается в том, чтобы проходить по жизни с хорошим отношением и наша медитация, она как бы перетекает туда. То есть она служит платформой этому прачня. это понимание пустоты. И снова это результат четырех сил. И есть одна вещь, которая позволяет нам избавиться от негативных мыслей. Мы можем на короткое время остановить негативные мысли. Но если цель наша заключается освободить негативные мысли, освободиться от негативных мыслей, согласно йоге, все духовные системы, они приходят к тому, чтобы устранить эти негативные состояния. Мы должны увидеть природу реальности, потому что негативности, они основаны на лжи, на том, что они являются правдой, истиной, а пустота является истиной. И эти две вещи, они не могут существовать вместе. иногда кажется, что да, они могут. Мне кажется, что да, у меня могут быть омрачения, но я в то же самое время могу увидеть пустоту. Мы не можем освободиться от этих негативных состояний ума без мудрости. негативности, они основаны на лжи, и если мы освободимся, избавимся от этой лжи, этих негативностей не будет там. Они не могут быть вместе. Мудрость должна победить. Мудрость победит. мы не можем иметь негативность и мудрость. И поэтому мы изучаем этот текст. Это то, чем мы наполняем нашу чашку. И это то, что мы хотим пролить наружу, когда жизнь столкнет нас с кем-то. Это мудрость. Поэтому этот стих начинается с того, что другие и другие. А кто же эти другие? Другие это люди, как Дуду, как он говорили, которые хотят остановить нас, что мир разворачивается. Это люди, это как мы, которые хотят освободиться и отменить негативность нашего ума. мы являемся теми другими, которые пытаются это сделать, в отличие от людей, которые не так повезло, которые не попали на эти учения. может быть, у них были сложные времена благодаря этих негативных негативностей. И в этом заключается цель этого текста. Мы хотим, мы являемся теми, кто хочет сделать это по-другому. И это один из классных стихов этого текста. В первой главе их еще пятьдесят. фрэнк, поделиться, пожалуйста, QR-кодом. Это мой последний слайд, а вот и наш QR-код. Идея того, чтобы избавиться от всех негативностей, она очень интересная, поэтому идея изучения йога-сутры она тоже может заинтересовать. У нас будет проходить занятия в понедельник и в среду, и затем у нас будет время для того, чтобы обсудить и обсудить вопросы. И это будет первой серии, мы пройдем по четырем главам. и это все. Если вы хотите на самом деле изучить йога-сутру, не так много времени, места, где вы можете это изучить. Существует большое количество прекрасных книг, которые обучают другие люди, другие люди, и мы проходим где-то в течение сорока часов на главу, и это то, что нам не, то время, которое нам необходимо для того, чтобы глубоко изучить этот текст. Вы будете понимать этот текст намного лучше, чем 99% людей, и вы пойдете на тренинги по йоге, и вы услышите, как изучаются, обучаются этой книге там, и вы почувствуете, что здесь вы изучаете очень глубоко, и это у вас есть очень хорошая возможность изучить, потому что на других тренингах обычно уделяется 2-3 часа для этой сутри, и это очень мало времени, недостаточно. Мы с вами пойдем намного глубже, у нас времени не осталось. Если у вас есть вопросы, вы можете к нам обратиться. Если вы говорите на китайском, то мы сейчас расскажем о том, как будет проходить это на китайском языке, и есть прекрасная возможность для тех, кто изучает на китайском языке, на их собственном языке, с тем, кто изучал им большое время, потратил на то, чтобы изучить, а потом передать это и найти правильные слова на китайском языке для этой сутры, для того, чтобы объяснить это, потому что он погрузил себя в йогу, потому что он, поскольку у него будут другие учителя, которые будут изучать йоги, как часть обучать йоги, спасибо всем тем, кто присоединился для того, чтобы поделиться мудростью йоги, и он поговорит об этой части курса. Если вы не говорите на китайском языке, то и вы не хотите просто или вы хотите просто провести время, еще дополнительное время с дудо, то для не китайских, для тех, кто не говорит на китайском языке, спасибо вам большое за то, что вы потратили это время, за то, что вы решили пройти этот путь йога-сутры. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо, Эрл, спасибо большое за эти удивительные учения, и я буду стараться наполнять свою чашку кофе-йога сутрой больше, и чтобы проливать что-то еще, для того, чтобы другие люди получили больше. И последняя вещь, я бы хотел поблагодарить всех переводчиков и Фрэнка, и я на самом деле, выйду со звонка для того, чтобы не тратить ваше время. Спасибо большое. Всем спасибо. Теперь на китайском языке все будет. Если вы не понимаете китайский язык, ничего страшного, вы можете просто выйти со звонка, и я теперь перехожу на китайский язык, потому что у нас будет особенное предложение. Я разговариваю. Продолжение следует...